Всем привет, дорогие друзья! С вами дядюшка Розе и это обновление 01.11.23 Lineage 2 Mobile. Давайте посмотрим, что нас ждет в обновлениях. Внесены изменения в арену Острова Древних. Леона Зихард, Эрика Бартс поделены на кластеры. Также обновление книги об истории Королевства Аден. Нажимаем меню, создание, другое, коллекции. Надо создать две книги. Создаются книги с пергаментом, добавляются они в коллекции. Вот надо закрыть мне две коллекции. Защита весь урон, точность, max хп очень хорошо. Коллекции временные. Можем видеть дату снизу под коллекцией. Обновлены коллекции, к которой нужно добавлять древний иллюзорный камень. Магический камень сияния. Символ дерзости. Обновлены коллекции. По обновлениям все, переходим к ивентам. Первый ивент это в 12.30, в 20.30, два раза в день будут появляться три хрюшки. В обед и вечером. Будут появляться одновременно на пасеке, долина ящеров, ангельский водопад. С них будут выпадать интересные итемы. Легендарная золотая свинья. Можете увидеть, нажав на монстра боссовскую голову. И можем видеть вот. Раз, два и три. Спасики, долина ящеров, ангельский водопад. В такой последовательности, наверное, будут их фармить. Как бы дроп не привязан к урону, то каждый может себе что-то там урвать. Ну там в основном расходники, ордена, знаки поручения. Блосовенный свиток модификации, но это сундучков выпадают. Карты класса, карты агатионов. 6 или 11 раз камни жизни, блосовенные камни. Такие итемы могут выпасть с этого ивента. Разоренный замок. Начиная с 40 уровня, вы начинаете фармить свой первый разоренный замок. В этом разоренном замке мы фармим ордена, за которые покупаем разные итемы. Это как вколы вставлять, так же книги на свой класс. Я специально не спал, ждал, когда пройдет время к старту игры после обновления. Занять вкусный спотик, но тот спот был занят. Я занял соседний спот, но мне постоянно кто-то становился на голову. Я им писал, уходите, типа не мешайте мне фармить, люди уходили. Но видим, тут есть интересный человечек. Это на данный момент топ клан, который фармит боссов, где я на сервере нахожусь. Я отписал Каэлу ихнему, написал письмо в их клан. Написал данному человеку сначала, да? Начнем с того. Он меня послал на три буквы. Типа, я тут главный, мы держим сервак, ты никто. То, мне все равно. И из-за этого будут приняты радикальные меры. Потому что нельзя остановиться на голову, когда у вас такие сокланы. Вы держите людей за говно. Извините меня. Я понимаю, что я не могу противостоять очень многим с этого клана. Но что поделать. Даже попробую поотжимать у них боссов, я думаю. Из-за некомпетентного главы клана данной ситуации. Я даже предполагаю, что это за клан прилетел. У меня есть предположение. Просто, ну... Некоторые ПК персонажи появились новые. Что это за ПК персонажи. И когда, вот знаете, ниточки. Вот, ладно, ладно. Это всего лишь предположение. Но, я ничего не мог доказать. Как бы, теперь я могу просто вылить этот клан. Во ФК, конечно. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Разоренный замок. Фармим ордена. Тут увеличен опыт. Также падает адена. И дополнительно выпадает сундучок. Просто за 10 минут. Чепуха, которая мне мешает фармить. Я мог бы фармить вот такие вот цифры. Также добавляется сундучок. Который вы можете приобрести. В магазине алмазов. Адены. Вот такой вот сундучок. Которым будут ордена славы. Знак поручения. Кристаллы. Улучшенный кристалл. Карты класса. Кристаллы души. 700 реликвий. Очень благодарочка. Зелье развития 70. Очень благодарочка. 21.00 по почте. Будет приходить писемка. В котором будет энергия инхасад 5000. Сундук поддержки великого приключения. И в нем будет магический пергамент. Древний свиток пробуждения. Кристалл души. О, кристалл святости. Редкий. Очень хорошо. Очень неплохо. В 11 утра приходит подарочек. Который будет лежать до 8 ноября. 5 утра. 10.000 виталочки. Сундук на праздник. 700 дней. Очень интересные итемы. Это как пособие. 7 штучек. Плюс баночки. Очень интересные. Которые апают процент. И накидывают виталочку. И конечно же с книгами умений свиточки мы выбираем. Ну, золотое. Такой это бафчик. Еще мои замечания про вот это и винтовое подземелье. Жуткий город светильника Джека. Места для входа. 30-й, 50-й, 55-й, 60-й, 70-й. Я вчера попробовал фармить. Там появляется босс. Тыква, да. Каждый вход по уровням. Тыква со своим запасом хп. Выше левел, тем она сильнее, да. И то бишь никто что-то не бил эту тыкву. И получилось так. Я как-то линейно попал. Вот я в 30-й зашел, убил тыкву. Потом в 50-й зашел, убил тыкву. В 55-й зашел. Там убил 2 тыквы. 60-й и 70-й. Там по 2 тоже по 1 тыкве поупивал. И в итоге я фарманул примерно 70 кубков. Вы можете видеть скрин на экране. С каждой тыквы процентный шанс выпадения вот такой тыквы. Окей, с которой выпадают знаки. Реликвия энергии. Бласс энесси, так модификации. Но это с некой вероятностью. Мне выпала випочка. Блеска на арморчик. Можно какие-то там брать моменты. Например, в обед или ночью. Залетать туда. Прыгать по подземелям, по левелам. Туда твинов загнать. Включить карту. И там где тыква. И залетать основой. Не пропустить кач в этом подземелье. И как бы пофармить тыквочки. Не знаю. Это вы будете решать. Я в целом использую как неплохой подкач. Потому что там нереально просто опыта дают. Наконец-то добавили неплохие паки. Паки со знаками создания. За которые можно создать карты класса мастера. Надо 8 знаков. Все паки скупить. Именно карты там. Зелие. Сундук с часами. Ну такое. Не знаю. Реликвия энергии. 250 штук. Сундук сияния. Способие. Улучшенный кристалл. Кристалл. Знаки поручения. Ордена славы. Улучшенный героический. И улучшенный легендарный. По 5 штук. И также со шквалом сайхи. Очень круто. В этот раз. Есть вероятность 10%. Но если мы добавим камушек. 5% накидывает. Можно за 240 шквала сайхи. Попробовать скрафтить скилл от н2. Да. Это очень круто. Скиллы и сейчас очень дорогие. То бишь 1 скилл вам окупит все пайки. Можно сказать. Если вы его скрафтите. Тут 35 ящиков. В одном ящике 4 сайхи. 140 шквала сайхи. И надо купить 2 пака. Чтобы попробовать скрафтить 1 раз скилл. Но если вы скупите все пайки. То у вас будет 4 попытки соответственно. И за каждую неудачу выпадают вот такие вот этемы. Этем добавляет 5% крафта. 3 раза попробовать скрафтить. Так если не повезло. Да. А потом закинуть 3 камушка. И у вас будет шанс уже 25%. То бишь продать эти этемы. Потому что они вырастут немножко в цене. Я думаю он уже 540. Да. Мы видим. Потому что с книгами. По 400 были. Они сразу в цене выросли. Скупать по дешевочке такие камни. А потом со временем их перепродавать подороже. Тоже очень интересная схемочка такая. Барыга спекуляции. Назовем. Ну в целом паки агатов такие же. Смена класса идет. С древкового оружия. Сейчас у нас есть разоренный замок. Который нужно отстоять. Если у вас есть часики. Х2 ордена. Х2 опыт. Еще плюс адена падает. Вообще шикарно. Надо отстоять. Но хамло быдло просто. Они вам не дадут постоять. То бишь. Он стоит на голове. То же самое что он бы. Когда нет ивента. Что он фармит сейчас со мной. Одинаково. Там к примеру да. По орденам. Даже может меньше. Так как он глад. Ему приходится бегать за мобами. Он как собачка бегает по кругу. И меньше фармит. Мобцов. Чем я. Ну зато падает адена. Короче. Ребят. Не делайте как вот это быдло. Вот такими не нужно быть. Это какое-то недоразвитое существо. Которому нельзя существовать. Вообще. Быдло хамов хватает. И вообще что творится. С вами был дядюшка Розе. Мирного неба вам над головой. Все буде добре. Всем до зустричи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова